здравствуйте дорогие друзья с вами валерий болсуновский давайте посмотрим насколько вырос парень дима из беларуси это видео я тоже добавлю на эту страницу видео крутой python spb тире ту точка ру для новичков кто не знает вот видео как то когда я давал рекомендации и было это ребят смотрите когда сейчас я считал здесь он пришел 11 10 22 это вот пару дней назад 13 03 23 то есть пять месяцев тогда тогда когда он я тот код не сохранил к сожалению сейчас не буду искать где-то в почте есть но я расскажу смысл на тот момент он написал следующее цель это соглашение между программистами все кол с минусом и все ну мог бы и обидеться еще сказать но дима пошел другим путем а вот сейчас вот 13 числа он прислал файл до за это время он сильно вырос где наконец-то мы видим действительно работу программиста это кстати профессиональный код секунду это приложение тога утрасла кейта маги вот этот класс который создает окна да мы его делали как раз таки поэтому в описании я дам ссылочку на вот эту страницу посмотрите вот это видео до которые не делаем это не пишем код годами также дам видео посмотрите видео крутой python чтобы взяли планку до высокую сразу это будет его в описании а сейчас поговорим как так получилось если сейчас обратить внимание на описание профессионального кода да то совсем другое дело давайте на кусочки остановимся инициализация экземпляра класс с одним позиционным параметром и одним именованным параметром дальше сельф атрибут экземпляра класса а правим значению параметру up далее ну это не будем читать для новичков это будет сложно поехали методы до метод экземпляра класс содержит аннотацию типа имеет один позиционный параметр проверка принадлежности параметра windows классу windows все верно там единственные сейчас я дал рекомендации но это уже дело поправимое здесь в чем разница между тем дмитрием и дмитрием через пять месяцев то есть на тот момент ему совершенно было как говорится однообразно ну сельф и сельф ну и хрен с ним ребят а ведь с этого все начинается начинается такая вещь как я раньше говорил вот про этого парня до чарлс марш вот он проводил собеседование и понял да человек программирует больше десяти лет по хлопец этот много делает я вижу его работы вижу но тем не менее вот у него хватило смелости признаться что не то кто пришел на собеседование не он ни хрена не не разбираются чем отличаются атрибуты класса а так атрибуты экземпляра класса понимаете то есть он через столько времени говорит я их не поль не полностью использую но ведь этого не должно быть хотя я признаюсь первые четыре года программирования на на это вообще не обращал внимание но так ребята вы будете в другом месте тогда совсем на другом уровне если на это обратить внимание с первых шагов так что же с димой произошло пять месяцев назад он писал я узнал о вашей школе в ютюбе так как очень сильно хочу научиться программировать вот это правда да вот правда ребят ну вот видим результат самостоятельно прошел основы gs php прохожу python по окончанию хочу просто сдавать сайт любой слож самое главное но все время я вот только сейчас узнал от вас то здесь действовать программирование это функция я их толком не умею писать ребят вот смотрите три года где мы здесь я первые четыре года тоже был помню с 2008 года какой-то прострации да вот 43 года человек что-то делал то есть занимал себя программированием и вот это вот понимание что я буду нечто делать и обязательно стану программистом это самообман а вот сейчас открываем код он уже делает работу программистом в чем здесь подвох подвох заключается здесь том что давайте откроем сам код посмотрите внимательно на код посмотрите на код на сами точки смотрите вы что-нибудь видите кроме точек здесь везде в коде где бы не мы смотрели есть именно ключевые слова которые разделены точками иными словами это называется атрибуты дима послушал рекомендации и отработал функции при этом он начал гнать два языка gs python а сейчас я ему уже буду навязывать си плюс плюс и сейчас объясню почему в конце а вот смотрите вот начало получаться но все начинается именно с того момента когда человек начинает четко определяться с понятиями это не значит что надо выучить значит что надо понимать ведь есть когда несет гуглом да вот этой вот мерзостью когда пишут примерно сельф это соглашение между программистами но есть такое на сайте так там же кроме а на официальный документ там же кроме этого еще куча всего есть это примерно сказать что сельф это соглашение между программистами это прийти к двери и подергать представляете как ранее дима до пришел к двери с другом ну и дергают ну ты знаешь это замок открыть то как ключ надо то так так вот наверное нас интересует сельф в качестве ключа что за этим стоит а то что это соглашение между программистами это как бы идет следствие но допустим вот с этого я всегда говорю сельф с этого начинается программирование класса вообще и вот здесь наконец-то правильно атрибут экземпляра класса равен значению параметра ап смотрите появилось понятие экземпляр новички не пытайтесь понять приходите школу все поймете сейчас я говорю о самом процессе да появилось слово атрибут экземпляр параметр то есть появились то что это определяет хорошо зачеркиваем на это вот остался бы дима на том уровне пять месяцев назад вот этот вот эта дорога сто процентов привела бы его к чему вот именно к тому что описывает вот этот парень да что отбросив в начале понятия правильные экземпляра атрибута мы совершенно выбрасываем с угла зрения нашего да такие вещи что есть еще атрибуты экземпляра атрибуты класса и путаться тут не в чем на самом деле это просто уходит наше внимание и у нас получается что в классе нечто происходит как бы само собой а мы здесь ни при чем и такой код мы можем забыть раз навсегда не будем писать будем писать разную хренатень да а хороший код писать не будем но как только человек начинает называть вещи своими именами а это все настолько банально просто ну настолько банально если мы откроем классы то здесь же черным по белому написано что у классов всего две операции ссылка на атрибут и создание экземпляра это сложно нет это не сложно но это именно то откуда надо исходить но если есть ссылка на атрибут то что начал делать дима да он убрал бесхозность то есть все начало иметь имя вот недавно пришел очень тоже талантливый парень Илья который который тоже мог допустить эту ошибку понимаете ее допускают все а вот смотрите при этом домашнее задание у меня провокационное я же сказал что оно провокационное но люди узнают потом да они вроде пытаются повторить но я просто понимаю и вот он пишет да ссылка на объект класса из которого вызван метод это что это бесхозность это стоп слагбаум при этом смотрите что тогда ужилось в парне он совершенно с легкой руки описывает мне разницу между интерфейсом и абстрактным классом в Python что довольно многие годами не могут понять да но при этом на 12 щелчок ручник раз и на месте будем стоять дальше к профессиональному коду что у нас код закрыт почему мы атрибуты выбросили они будут как бы сами собой ребята не будут не будут потому что все атрибуты везде точки все атрибуты и именно в этом надо разбираться я сейчас перечислю опять же говорю новички не заморачивайтесь пока ваше дело понять что прийти в школу и вы будете писать вот это единственное но правда за счет своей работы не надо думать так как написано на большинстве сайтов школ там я читаю когда смотрю у нас все устраиваются на работу то есть что думает ученик вот пройду курс и работа в кармане не так не будет ручками по клавиатуре язык высунули и вперед погнали тогда будет еще знать что делать так вот смотрим да как только дима начал убрал бесхозность сразу начало приходить понимание а понимать то тут нечего на самом деле здесь все понимание начинается с того что все если брать по гвидовом росому то все что после точки это атрибут дальше уже естественным образом появляются вопросы атрибут чего класса или экземпляра и начинает это иметь совершенно решающее значение самый интерес что человек это начинает видеть и если мы посмотрим этот класс то дима его описал прекрасно да есть некоторые вещи которые я указал бы желательно подтянуть сейчас но это уже мелочи допустим берем там да метод и ад да дандер метод даже даже вот правильно назвал да или магический метод заменяющий сложение на месте x плюс y в качестве второго позиционного принимает позиционный аргумент метод экземпляра абсолютно верно потому что и я уверен что он проделал эти уроки но когда он видел и это понимает то это работает вот он плюс равно сложение на месте иными словами что же происходит все банально просто здесь мы создавали окно именно этот класс дима описывал как вы видите не изменяется размер окна написано то есть ранее мы написали переменную где есть не изменяется размер окна да далее взяли создали наше окно плюс равно переменное да то есть сложение на месте и что же произошло произошло то что самому окну присвоилось это значение то есть не куда-то там а это и называется сложение на месте то есть то что мы раньше создали так по крайней мере одно дело понимать а другое дело еще уметь выразить словами теперь он это навсегда запомнит когда я допустим открыл этот его файл то вы знаете у меня такая радость на душе то есть человек начал понимать что он пишет это же и есть программирование функции прошел разобрался пошел классе все поставил на места ну вот теперь оно то ему знакомо и он им оперирует этим понятием а что надо было сделать сначала тыкнуть в функции потом тыкнуть в атрибуты а то изучаем класс как в большинстве школ о наследование и все и на этом вот это вот это вот это делают классы не ребята так дело не пойдет я ему дал рекомендации потому что просто ну это уже рабочее разобраться со множествами тут был один фрагмент но это рабочий уже момент итерей был значит итерируем то есть последователь список строка кортеж просто здесь было небольшое уточнение поэтому я и сказал что разобраться со множествами потому что множество это не последовательность множество нельзя расставить там один два три а но итере итерацию провести можно поэтому немножко неудачный да вот этот пример и поэтому я понял что множество ему еще надо покопать чтобы разложить голове следующие вещи множество последовательности и сюда добавить еще словари в принципе и порядок типов данных все будет нормально так ну что тут сказать у него такой метод работы он активно смотрит как что делают другие я вижу что все это впитывает да потом начинает все это писать старается 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 ну сам факт что от одиннадцатого десятого до тринадцать ноль третьего вы знаете сегодня я вижу размышления программиста то есть то что здесь есть будущее программиста это сто процентов но теперь будем усложнять дим тебе жизнь в чем я дал советы сегодня опять же для всех советы разные в данном случае диме надо покопать си плюс плюс и я объяснил зачем и здесь вот есть трое ребят которым это как доктор прописал а есть ребята которым там не хрен пока делать почему потому что нет почвы под ногами давайте подойдем зачем нам си плюс плюс дим тебе для того чтобы понятия собирая собрать язык оно было стало вообще на место давай на основе твоего кода посмотрим да который ты написал вот смотрим что как думала Russell Kate маги он думал следующим образом вот мое программа дальше вот в этом коде мы собирали окно то есть открывается окно давай зайдем в код и пойдем к справке мы изучали это видео ребята и отдал новички потом новичкам сейчас запишусь и отдать рекомендации куда идти новичкам куда идти и что делать ну это понятно и в школу приходите но первое чтоб мне не казалось это сложно это с нуля и потом еще вспомню по ходу что откроем контейнеры и берем мы table set да видим стандартные методы которые должны присутствовать принадлежность к экземпляру итерация подсчет добавление удаление дальше он думал то есть вот эти все методы они у него прописаны там ураслокейта маги потом он уже соображал да что я добавлю окно вот как мы показывали здесь как мы показывали здесь я добавлю окно и мне надо чтобы я мог окно сделать в данном случае размер окна вы никак не измените просто он не изменяется потому что я написал такую переменную и тогда он соображает ага я должен добавить еще метод иад чтобы было сложение на месте и писать переменные и присваивать этим окнам разные там значения ну например размер такой-то открыться в таком-то месте и любое другое иными словами он начал размышлять то есть есть метод стандартно собрали и дальше дособираем то что нам надо согласитесь сложного ничего нету теперь смотрите Дим путь у вас да открыт то есть вы определились в первую очередь у вас появились коди атрибуты и они перестали быть бесхозными как обычно пишут ссылка на объект и я в этом случае говорю так вы знаете а вы уверены кто что представляет под выражением гугловским помоечным да ссылка на объект ну новичку наверное легче представить чем атрибут летающую тарелку по крайней мере он может представить ее да что это нечто там такое где он на картинке хотя бы видел а вот слово атрибут ему совсем непонятно и зачем оно нужно а уже дальше залезть да закрылишь себе дорогу двенадцатым челчком что оказывается атрибуты могут быть экземпляры атрибуты класса что на что влияет дальше уже все то есть профессиональное программирование мы здесь забыли вот Дима этот путь открыл для себя перечисляем с функциями у него порядок пишет функции на разных языках пошел углубляться с атрибутами и с классами то есть начал делать правильно да то есть бесхозность у него убралась где везде есть конкретика то есть я вижу код этот код для меня обозначает только что-то конкретное отлично теперь надо сборку языка что язык собирается поставить уже конкретно на свое вообще место Дим тем более это работает GS вот не задумываются люди кто GS работают они вот что там не так а там не так то что этот язык всегда что-то возвращает и вот это отношение надо нести именно туда а откуда взять это отношение это отношение надо брать с C++ причем Илья вот сделал быстро да задание но первый блин комом не зачет если по первому все нормально то где-то я тут видел где-то я тут видел а вот то что я хотел видеть Илья вот допустим я новичок я точно ничего не пойму я вас попрошу разбираться только с указателями все что вытянут для вас указатели функции итераторы классы пожалуйста но вы подходите только от указателей все это единственное в чем надо начать разбираться в плюсах это то что вытянуть для вас остальное почему потому что без указателей языка не будет сравните сейчас вы просто спешили то что Дима его комментарии и свои я понимаю что вы хотели сделать быстрее поэтому ребята не надо си плюс плюс я не сказал что взять и выучить его за два дня я просто сказал как в охотку есть желание подключили немножко поработали работали с я знаю что Дима вы работали любите с и работаете на здоровье я сказал что си плюс плюс подошли поработали оставили единственное вы берете только указатели все разбирайтесь все разбирайтесь в указателях они вас для вас много чего вытянут все что там куда вас повело в сторону там к функциям и туда идите но вы работаете с указателями с одной на чем ваше внимание должно быть сконцентрировано потому что в си плюс плюс надо вообще все собрать все не соберете ничего работать не будет там вот этот принцип и вот этот принцип проще всего понять на практике если поработать немножко си плюс плюс не не надо его учить полностью если вы на нем не собираетесь писать но познакомиться с языком первое раз для того чтобы на практике освоить понимание собрать в самом прямом виде это раз а второе для того чтобы все-таки немножко по-другому взглянуть на то что пишет этот учебник когда-то написал Россул Гвидовам Ван Россум да когда он пишет смотрите важнейшие вещи пишет на которые мало кто обращает внимание он постоянно приводит но теперь самая основная мысль когда мы открываем файл файл gs файл python то еще раз говорю что мы постоянно сталкиваемся с чем с атрибутами а это как раз таки создается же и ссылка так вот это чем-то похоже на указатели c++ ну потому что когда создавался python других языков таких вот с которых можно было взять пример кроме c++ модула там и другие старые нет ну и сегодня не придумали как создать ссылку кроме того как примерно делается указатель в c++ то есть принципиально указывая на какое-то конкретное место или правильно сказать область памяти да но вот этот принцип надо прочувствовать на практике я не зря затронул дим что вы говорите о gs gs постоянно что-то возвращает и там надо четко понимать что перед вами вот как в python сейчас разобрались я видел что gs вы присылали все класс но тем не менее gs очень коварен очень коварен и чтобы получить вот это представление когда вы немножко поработаете главное не бояться c++ и будете указывать вот эти конкретные указатели конкретные ссылки и вот это понимание сборки языка оно у вас станет на место и потом конечно же перри потянется сюда без всяких интуиции прямое применение оно вас дисциплинирует хотя еще раз говорю это совершенно не всем ребятам и и и и вот то что я говорил да что доктор прописал он путаницу убрал но все таки пока комом скажем файлы по c++ пока просто быстро не надо торопиться заходите с указателей и собираете какой-то фрагмент кода именно собираете и это вы прочувствуете хотите не хотите потом переносите это на пайт у димы вот то что мы сейчас говорим у него мощнейший прыжок за пять месяцев судя по файлу который вот он прислал у него появились четкие определения дорога для профессионального развития дальше открыто дим закрепите закрепите это закрепите закрепить это что получится у вас при помощи c++ начинайте с указателей как я сказал но еще раз повторяю не форсировать никто вам не сказал допустим взять и изучить c++ но если вы на нем не собираетесь писать то зачем это нужно но вот это родоначальное понимание сборка языка оно совершенно прямое в c++ там там надо просто понять компоненты там думать нечем это самый тупейший язык сам по себе он там если вы считаете что c++ вы на него работаете он на вас нет c++ это всегда геморрой это всегда геморрой это не раз но как ни крути строгость дает именно именно вот этот язык вот то что вы сейчас описываете посмотрите со стороны c++ да и у вас станет на место вот это привычкой станет отношение к компонентам именно неправильно выразился то что вот сейчас я увидел да да то есть вы убрали бесхозность но теперь все это надо еще собрать строгости надо строгости то есть тут все класс сделать привычкой а чтобы сделать привычкой дим попробуйте c++ немножко но зайдите с указателей немножко вот эту строгость надо прочувствовать потому что python gs они все делают за вас попробуйте идти вместе с языком поработайте c++ это вам принесет большую пользу ну и Денису быстро все схватывает и есть определенная рассеянность вот тут ему надо сосредоточение а вот другим ребятам которые только работают с функциями c++ только навредит сейчас это не нужно это просто будет путаница есть порох функции отлетают тогда мы можем посмотреть в сторону других языков то что вот я не зря написал вот парень ну не так часто мне пишут ребята со школы да которые проходили но тем не менее есть ребята вот которые пишут ну то есть написал год назад прошел ваши курсы в итоге стал просто не знаю быстро понимать действительно работа из ГО ГО выучил быстро уволился с работы не подняли зарплату нашел новую за 3 дня ушел страх начал работать правильно как он описал ситуацию то что мы делаем в школе исходный код и документация основа как только уходит это страх это надо начать работать с исходным кодом и с доками но при этом кроме этого ведь подход программирования не только состоит что вот доки но это определенный порядок если мы допустим изучали как в большинстве курсов да по порядку то рассчитывать на профессионализм нам никогда бы не пришлось а мы что делаем мы берем определяем определенные конструкции которые являются понимание их важно по отношению к другим например те же функции должны отлетать в то же время такие вещи как если else try except они могут быть изучены совершенно в любом порядке и в любое время по мере необходимости то есть поняли смысл это для новичков опять же поэтому одно видео еще добавляю про парня который стал профессиональным программистом что он понял да и основные моменты отметил почему и как происходит период переход от запутавшихся программистов профессионалу и наоборот а вот я вижу что если новички смотрят это видео то ребята вы пока идете в такой раздел вот это у вас следующий шаг следующий шаг да по функциям я специально выложил то есть имели представление что вообще с этими функциями надо делать но перед этим еще есть раздел пайтон с нуля здесь посмотрите видео да ну и собрать все это в единое целое вам поможет школа группа другие ребята в школе для этого надо быть в этом коллективе и вариться почему вот как если посмотреть в того же дмитрия который прислал файл он как-то меньше участвует в группе но он вот нет 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 потом вот я следил вот делал сделал вот это вот это вот это он смотрит что делает Денис он смотрит что делает Илья он смотрит что делает там Саша да и он эти знания аккумулирует и применяет уже к своим потребностям то есть моменты вот эти архиважные почему потому что все это надо собрать потому что допустим на сегодняшний день взять порекомендовать вот есть тоже парень интересный тоже думаю сто процентов будет вот два вот Саша работает будет толк и Сергей сначала вот сидел ничего сначала вообще там помню какой-то чушь и понаписывал а тут пошло пошло потихонечку начал делать переосмыслил поехало то есть не все так сразу одно дело знаете когда человек приходит на курсы вот у нас понедельник среда пятница занятия курсы закончились пошло по ногой все иди в школе можно заниматься спокойно вот чем смысл что пришел Сергей сначала вот вообще не получалось потом был пропал потом пришел опять и уже пишет что вот переосмыслил посмотрите файл уже получше получше но понятно когда он увидел файл который скинул вот на сегодняшний день на сегодняшний день сбросил значится дима у него сразу появляется вектор куда развиваться при этом он на его глазах дима развивался это абсолютно та же ситуация когда с александром с александром который пришел и вот он пришел убитый да практически в школу убитый почти в школу парень сказал что был на курсах джанго где нам мы писали приложения и я ничего не понимал а что надо понимать пайто надо знать джанго только логика но видите то мы должны пайтон правильно человек вымотался да вы пишите хоть двести раз двести приложений как люди берут книгу под джанго вот я прочитаю буду писать не будете ребята ведь джанго надо понимать только логику но под примерами джанго откроем джанго стоит то пайтон мы же считывать должны не джанго а пайтон такого не бывает как я прочитаю книгу буду ли я писать не будешь ты сможешь повторить то что в книге но чтобы начать думать это надо во первых работать с документацией а что работать если мы пайтон не хотим изучать ребята скажите ну не хотим мы пайтон изучать да как мы будем дальше ну открываем открываем самое простейшее с чего надо начать джанго а вот а с этого пункта правильно request response вот с этого надо начинать однозначно то есть разбираться а это с этого надо начинать но мы с вами будем смотреть сейчас не это немножко мы сейчас посмотрим с вами вот это функции да далеко не пойдем что нам надо понимать действительно что там в этих доках смотреть а тут все понятно если мы дружим с пайтоном если мы дружим с исходным кодом то посмотрели функция ага то что я описывал Дима класс arcs то есть обязательно позиционный параметр дальше открываем get и все становится на места параметры поиска которые задаются а тут у нас ограничений нет вопрос смысл изучать джанго если мы не читаем пайтон поэтому подтягивать надо пайтон а джанго надо только логику вот там ума надо модель создать в этом нет ничего сложного да под джанго здесь есть пишем сайт с нуля потихонечку делаем там трудный сайт социальная сеть поэтому простые легко будете писать но мы тут много очень работаем с документацией с исходным кодом первые 40 уроков можно посмотреть так плейлисты называются джанго 4 пишем сайт с нуля так вот я скажу что никаких нафиг книг не надо для джанго скажите сложно ли это сделать ведь я описал вот на странице купить джанго да ну скажите сложно или нет пыхтят пыхтят что-то там изучают что там изучать я вот не понимаю а пыхтят почему ребят ну джанго на самом деле изучается в три шага шаг номер один создаем самый простенький проект то что я сделал вот с нуля да когда делаем модель по ходу разбирается потому что сложного там ничего нету пыхтеть не надо по сути дела нам надо разобрать четыре варианта url по слаг по id по namespace get absolute именно этим будем соображать и второе нам надо разобрать начинать лучше с классов с классов да listview один класс да генерит лист открываем открываем этот файл исходник смотрим вот он listview да мы берем listview потому что он самый часто используется а дальше видим миксины что это говорит а то изучаю методы изучаю буду изучать методы классов джанго ух изучай так добрый изучай ребят да не не хочу ругаться да не долбите вы мозги посмотрите в исходный код все на миксинах иными словами берется один класс listview учитесь переопределять методы методы у всех классов остальные примерно одинаковые почему потому что все наследуется от миксинов иными словами от примесей если мы открываем класс listview так где то у меня было открыто сейчас открываем классы их много и как мы видим что нам по сути надо создать удалить формы дальше что там еще надо ну вывести все записи вывести одну запись detail view ну давайте посмотрим generic form view ну смотрим и видим от чего зависит templates response mixing и так процесс и от базового вьюхи дальше поехали тот templates sports mixing это уже create view иными словами что об этом говорит это говорит о том вот на простой язык перевожу сейчас надо страницу правильную найти чтобы чтобы было вам показать так возьмем listview вот методы так вот методы будут плюс-минус одинаковые практически да но принципиально это вообще одинаковые поэтому когда мы разбираемся с одним каким-то классом просто взяли переопределили нужные методы ну все какие нам надо методы да их не так много надо на самом деле вот переопределили всех других классах джанга все будет делаться абсолютно по одному и тому же принципу что здесь изучать просто посмотрел справку как делается надо попыхтеть будет только с одним классом listview все остальное все остальное посмотрел сделал посмотрел сделал пыхтеть больше не надо ну сложно надо целые книги читать где там пишут надо соображать с URL надо соображать с совьюхой простенький шаблон простенькую модель переопределил все разобралось как все работает все в кармане дальше пользуясь справкой развиваешь приложение ну что здесь сложного все это мы в школе изучаем ребят только медленно и доступно ладно ушел я в сторону ну что ж Дим молодчина 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 но не расслабляйся просто-напросто как я сказал подключи немножко я знаю у вас gs у вас python и в охотку потихонечку c++ чуть-чуть изучать его не надо потому что если решите изучать такой язык как уровня c++ со статической типизации то конечно лучше взять раст современный язык где прост как python и память уже на автомате все делается но c++ надо поковырять поковырять спасибо за доверие все получится ребят и еще один вопрос совсем забыл вот смотрите Дима три года ковырял вот это по его словам не по моим когда он писал да три года ковырял сейчас узнал что такое функции и вот этот путь куда то непонятно шел куда куда то а а тут бац за полгода смотрите так красавчик красавчик совершенно четкие совершенно четкие определения с четким пониманием видно человек понимает о чем говорит так это же и программирование будет ребята и закончу я видео одной такой фразой сначала идет ребята чтение кода а потом уже написание кода то есть само программирование так вот чтение кода это тоже работа программиста а теперь я вам задам вопрос если вы сегодня сегодня не работаете с документацией например не бываете в исходном коде вы не делаете работу программиста как вы собираетесь стать программистом то есть как как-нибудь если буду учиться то обязательно стану не факт ребята изменить подход раз рекомендация ну вот как человек переосмыслил подход к программированию и обучению раньше видосы книги google в итоге я стал просто как не знаю быстро все понимать вот после школы почему потому что поменяли подход потому что сказали есть исходный код есть документация давайте учиться с этим работать ага не подряд а вот функция а что функции надо сделать параметрами разобраться а как разобраться через исключения а как а что надо делать с функцией считывать на лету то есть у этого языка программирования при постановке задач и понятие изменения подхода есть совершенно адресные фразы ребята которые я и даю в школе пожалуйста результаты есть если кто-то испугался документации то парень один написал спасибо ему тоже огромное андрей здравствуйте хотел отзыв о школе а точнее полез благодаря вам я понял что документация это не так страшно как кажется на первый взгляд понимаете почему ребята чтение книг это все прекрасно но будет прекрасней если вы допустим сегодня четко понимаете что вам надо работать с функциями знаете как это работать и знаете что вы да понимаете и при этом происходит не то что было раньше с Димой когда вот я показывал три года занимался сегодня узнал о функции а сегодня он понимает что он вырос за пять месяцев и он растет он это видит почему он читает код потому что он понимает а как же я буду писать если я не читаю ребят но ведь это нонсенс согласитесь тогда когда я задаю вам вопрос а вы себе я у вас спрашиваю ребята а вы в исходный код ходите ответ ваш ваш ход ребят а вы с документацией работаете ответ ваш а теперь я спрашиваю я теперь вас информирую работа с документацией работа с исходным кодом это работа программиста чтение кода это работа программиста но я вам не зря дал ссылку что ребят ну есть профессиональный код но если мы хотим стать профессионалами то давайте хоть посмотрим что за этот код от ведущих программистов Рассела Кейта Маги кстати это код который описывал только что Дима да надо же на него хотя бы посмотреть на этот профессиональный код а если мы еще прочитаем как Дима то это прекрасно а вот это и есть дальше пойдет уже нормально будем писать то ребят ну неужели я сказал совершенно сложные вещи и единственное что надо убрать страх нету здесь никакого страха ну вот пришел парень знал что делать все шаг за шагом приходите в школу все получится поэтому изменение подхода это единственное первое правильное решение которое вам поможет понравилось видео поставьте лайк порекомендуйте спасибо за доверие Дима ну а тебе дальше 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 не останавливаться вот вот я